С вами Рик Реннер, мы в Древнем Ефесе. Это один из моих любимых городов на Земле. И одна из причин моей любви к городу Ефесу и частым визитом сюда заключается в том, что с 52-го года нашей эры на этом нечестивом месте, в этом нечестивом городе, являлась безграничная Божья благодать. Около 52-го года апостол Павел и его сослуживцы Акила и Прискила трудились в Каринфе, и их труд там был завершен. В Каринфе появилась церковь, поистине рожденная Божьей силой. И они поняли, что дело сделано, и их ждут новые места, и решили, что им нужно ехать в Ефес. Это в провинции Ассия. Они сели на корабль в Кенхреях, в портовом городе близ Каринфа, и по Игейскому морю отправились в Ефес. Там они сошли на берег и принялись служить в силе Духа. Это происходило в 52-м году. Жить в новом для них городе должно быть оказалось непросто. Они здесь никого не знали, христиан здесь не было. Они оказались в обстановке, где до тех пор не звучала евангельская весть. Погруженный во мрак, духовно гнетущий город, с большим числом языческих капищ, культов, идолопоклонством, распущенностью, Ефес был воплощением язычества. Павел и его спутники вошли в город и направились в самый его центр и начали благовествовать. Вскоре после этого они познакомились с Аполлосом, которого наставили в истине. Служение Павла родилось в самом центре города Ефеса, и Божья благодать изливалась без меры, в чудесах, знамениях и явлениях Божьей силы. Библия говорит даже об особых чудесах, которые здесь совершались. Так родилась сильная Ефесская церковь. Церковь, к которой Иисус обращается во второй главе книги Откровения. И Иисус обличает церковь, хвалит ее, говорит им, что нужно сделать, так же, как Он и говорит, что сегодня нужно делать нам. Иисус по-прежнему обращается к нам, исправляя, помогая нам, чтобы наша духовная жизнь была продолжительной и успешной. Об этом я и хочу поговорить с вами сегодня. Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Ремером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Еще раз приветствую вас. Сегодня мы продолжаем изучать Христово послание Ефесской церкви. Ефес был изумительным городом. Была бы моя воля, мы бы с вами поехали туда, в Древний Ефес, которая сегодня остается одним из самых изумительных археологических памятников в мире. И в этом древнем городе была замечательная, знаменитая, сильная и очень влиятельная Ефесская церковь, повлиявшая в первом столетии на весь Оссийский регион. Отличная церковь, но у нее были недостатки. И во второй главе Откровения Христос раскрыл нам как положительные, так и отрицательные ее качества. Сказанное Христом в этих стихах остается актуальным и для нас с вами сегодня. Нам важно слышать, что Христос сказал тогда, потому что Он продолжает говорить это и сегодня. Итак, сегодня мы читаем Откровение, 2 главу, 1 стих и затем 2. И хочу напомнить о своем цикле «Послание Иисуса Ефесской церкви». В нем 10 частей, и он в аудиоформате, в аннотации говорится, что Иисус говорит церкви тогда и сейчас. Мы говорим об истории Ефеса, о большом пробуждении, о том, как христиане утратили первую любовь, и как вернуть эту любовь, что значит покаяние, что значит быть победителем. Вообще цикл основан на этих передачах и предлагается вместе с учебным пособием. В нем греческие слова с определениями. Это настоящий подарок. Его можно читать самому или вместе с другими в домашней группе. Рекомендую вам скачать бесплатно. Мы также предлагаем скачать ознакомительную версию книги, отрывки из которой вы сегодня услышите. Она называется «Свет во тьме». На обложке есть отзыв директора Пергамского музея. «Человека серьезнее быть не может», он написал. Одна из наиболее профессионально написанных в мире книг на эту тему. Наоборот, и свой отзыв оставил бывший старший археолог Ефеса и директор Ефесского музея. И вот что он написал. Вот его слова. «На полках моей библиотеки стоит множество исторических книг на эту тему, но ни одна из них не сравнится с этим трудом». И мне очень приятно, что такие люди так отзываются о моем труде. Вот почему эта книга уникальна. Таких в мире нет. В ней 560 страниц. Если не читаете, используйте как гантели. Книга многозначительная, и вряд ли вы прочтете ее за один присест. Эта книга может стать для вас, как она уже стала для многих других, настольным справочником. И я сам перечитываю эту книгу и пользуюсь ей поныне. Да, я написал ее, но держать все ее содержание в голове невозможно, потому я регулярно открываю ее и вспоминаю что-то из истории церкви, из того, с чем сталкивались первые христиане. Так я лучше понимаю, и вы лучше поймете, обстановку Нового Завета. С этой книгой Новый Завет оживает перед вами. И здесь не просто текст. Нет. 560 страниц полноцветной печати с фотографиями и иллюстрациями. Снимки были сделаны моими сотрудниками, нашей командой в Турции. Это наши снимки. Книга замечательная. Рекомендую. Она обогатит вашу духовную жизнь. Ну что ж, перейдем к нашей теме. Откровение 2 глава 1 стих. Но сначала откроем первую главу. Из первой главы мы узнаем, что Иоанн живет на острове Патмос. И на этом острове он увидел сверхъестественное откровение. Об этом мы читаем с 10 стиха. Откровение 1 глава 10 стих. Иоанн пишет. «Я был в духе в день воскресный». И мы уже поняли, что глагол был перевод греческого слова «гиномай», который указывает на переход из одного измерения в другое. Это произошло внезапно, неожиданно, когда Иоанн находился в своей пещере на Патмосе, которую можно посетить и сегодня. Ее называют пещерой Откровения. И когда он был там, сказано «я был». Греческое слово «гиномай». То есть произошедшее застало меня врасплох. Совершенно неожиданно. И я вдруг оказался на пути из одного измерения в другое. А далее он называет другое измерение. Сказано «я был в духе». В переводе короля Иакова «дух» написан заглавной буквы, а в греческом нет заглавных букв. Там написано просто «я вдруг оказался в духовном измерении». Иоанн перешел в духовный мир. И оказавшись в духовном измерении, он слышал позади себя громкий голос, как бы трубный. То был голос Иисуса. Как бы трубный, который говорил «я есть Мальфа и Омега, первые и последние». То, что видишь, напиши в книгу. Кстати, в словах Иисуса, «напиши в книгу», звучит срочность. Сделай это сейчас же, как можно быстрее. Послание Христа семи церквям было весьма срочным. Что видишь, напиши в книгу. И срочно пошли церквям, находящимся в Асии. И далее Христос упоминает семь основных церквей. Церквям в Ефес, в Смирну, Пергам, Фиатиру, Сардис, Филадельфию и Ладикию. Первый в этом списке Ефес. Своё первое конкретное послание Христос начинает во второй главе. Но прежде чем открыть вторую главу, вам нужно услышать 12-13 стихи. Читаем. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной. И, обратившись, увидел семь золотых светильников». Семь золотых светильников. Это символ тех семи осийских церквей. Христос уподобляет семь церквей семи золотым светильникам. Почему? Мы скоро поймем. Отметим важную деталь в 13 стихе. «И посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому». Иоанн увидел Иисуса. «Который стоял посреди церкви». Далее. В 13 стихе. Слово «посреди» — греческое слово «мейсос». В самой-самой середине, в самой сердцевине. Иоанн повернулся и увидел Иисуса. И услышал голос Иисуса. Узнал этот голос, потому что помнил его. Он повернулся увидеть говорящего с ним. И, повернувшись, он пишет, «Я увидел Сына Человеческого». Стоящего прямо посередине, в центре, меж семи золотых светильников. Он увидел Христа, который стоит посреди церкви. Теперь откроем вторую главу, первый стих. Продолжаем. С начала второй главы говорится «Ангелу Ефесской Церкви». Мы изучили слово «ангел», греческое слово «ангелос», которое означает «посланник», «попечитель». В данном контексте — пастор церкви. Итак, «ангелу церкви». Теперь мы знаем, что пастор — это ангел. Слово «церковь» — греческое слово «эклесия», где «эк» означает «наружу», в смысле «выйти наружу». «Эк» — «эк» — «наружу». И «калео» означает «звать», «призывать», «созывать». Вместе они образуют слово «эклесия», которое было позаимствовано из светского обихода в Афинах. В Афинах было свое собрание, эклесия, объединение граждан, призванных от местного общества для управления городом. В нем принимались значимые решения. Все писатели Нового Завета хорошо знали, что такое эклесия. Для нас это слово стало словом «церковь». Вне всякого сомнения, они пользовались этим словом. Используя слово «экклесия» или «церковь», «Павел» и все писавшие Новый Завет, и сам Христос, как в нашем стихе, говорят, что мы с вами были призваны выйти из общества. Мы вызваны. Мы отделены. Мы призваны. Созваны. Собраны вместе. Мы престижное сообщество христиан, которые призваны оказывать духовное влияние на жизнь своих городов и стран. Мы призваны не прятаться по углам. Мы властный Божий голос там, где находимся. В этом Божья воля для церкви. И это радует. Иисус говорит, «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в десницу своей». И мы уже поняли, что слово «держащий» в греческом «кратос» указывает на «властное обладание». Далее, семь пасторов названы семью звездами. Сначала они были названы ангелами. Ваш пастор – ангел. Теперь они еще и звезды. Подобно звездам. Подобно источнику света в темноте, пасторы должны светом указывать путь своим церквам, своим городам. Они должны светить и направлять людей. Причина использования слова «звезды» весьма веская. Заметьте, Христос держит этих пасторов. Слово «держащий» – греческая «кратос» – «властное владение», «сжатие» указывает на то, что пасторы находятся в правой руке Иисуса, а правая рука всегда символизирует власть и правление. Пасторы находятся не во власти Совета Диаконов, Совета Старейшин, Совета Церкви. Пасторы в правой руке Христа. Они подотчетны Христу и будут отвечать перед Ним, а Христос правит в церквях через пасторов. Вот как следует понимать слова «держит их в своей правой руке». Смотрим, что написано далее. «Так, говорят, держащий семь звезд в деснице своей». Внимание! «Ходящий посреди семи золотых светильников». Подождите, смотрите, что-то меняется. В первой главе и тринадцатом стихе говорится, что Христос стоит посреди семи светильников, золотых светильников. Слово «посреди» – греческая «мейсос», в самом центре, в самой середине, сердцевине, Христос стоит на месте посреди семи золотых светильников. Теперь же, во второй главе и первом стихе, Иисус ходит посреди семи золотых светильников. Что же все это значит? Прочту из своих заметок. «Причастие ходящий» – перевод греческого слова «перипатео». Это означает ходить вокруг. Внимание! «Жить и работать в одной и той же местности». Это образ человека, настолько давно ходящего одной и той же дорогой или в одной и той же местности, что он может пройти там чуть ли не с закрытыми глазами. Это человек знаком с этим маршрутом, потому что давно живет и работает в этой местности. Данное слово указывает на движение, когда речь о человеке, который передвигается по этой местности настолько долго, что это уже среда обитания для него. Это его повседневная жизнь. И часто слово «перипатео» переводится как «жить или прогуливаться». Это очень важное слово. «Пери» значит «вокруг», «патео», «ходить». Христос буквально ходит кругами вокруг церквей. Но этого было бы недостаточно. Он еще и входит внутрь церкви. И ходит в цинодальном переводе посреди, греческая «мейсос», то есть Христос прямо в центре церкви, в самой середине церкви, в самой сердцевине. Использование слова «ходящий» греческой «перипатео» говорит о том, что Христос привычно ходит этой дорогой каждый день. Христос живет среди своей церкви. Церковь у него в сердце. Он отдал жизнь за церковь. Христос любит церковь. В сегодняшнем мире церковь унижают и ни во что не ставят, а Христос любит свою церковь. В 1 главе, 13 стихе, Откровение, Он стоит посреди церкви. Христос не снаружи церкви. Он не заглядывает внутрь, находясь снаружи. Христос прямо внутри. Он в ней. Во 2 главе, 1 стихе Откровения, Христос ходит посреди церкви, прохаживается, прогуливается по церкви. Церковь – это его место жительства. Христос привык быть в церкви. Христос любит церковь. Он связал себя с церковью. Он живет посреди церкви. Смотрим далее. Он ходит посреди семи золотых светильников. Это очень важно. Слово «золотой» на греческом «хрусос», прочтусь заметок. Так греки называли золото. В первом столетии, когда писались эти слова, золото считалось самым дорогостоящим веществом в мире. И слово указывает на нечто редкое и высоко ценимое. Оно также может использоваться в переносном смысле, указывая на что-то драгоценное, имеющее огромное значение для кого-то. В глазах Иисуса Христа церковь, сделанная из золота, она золотая. Во второй и третий главах книги Откровения кажется, будто все те церкви состояли из глины. У них были ощутимые недостатки, существенные изъяны. Однако в данном стихе мы не видим слов вроде «Ах, какие же у вас изъяны! Сколько же у вас недостатков!» Нет. Смотря на церковь, Христос видит золото. Она ему дорога. Она для него ценна. Для Христа нет ничего дороже церкви. Он отдал жизнь именно за церковь. Христос умер за церковь, пролил кровь ради церкви, воскрес из мертвых ради церкви. И сегодня Христос, справа от Отца и непрестанно, ходатайствует за церковь. Для Христа церковь это все. Скажу вам прямо. Если ваше мнение о церкви иное, то вам нужно поменять свое мнение. Наше мнение должно совпадать с мнением Иисуса. Да, у церкви есть недостатки. Это так. У каждой из семи церквей были изъяны. Пять из них услышали серьезные упреки. Но это никак не изменило сути. Для Христа они золотые. Церковь золотая. Если церковь золотая для Христа, она такой же должна быть и для нас. Мнение Иисуса должно стать нашим мнением. А по мнению Иисуса, церковь из чистого золота. Скажите «Аминь». Это замечательно. Итак, Иисус ходил между семью золотыми светильниками. В русском переводе слово «светильник» — перевод греческого слова «лукнас», но в данном случае «лукне», то есть множественное число. Речь идет о масляной лампаде, которая умещалась на ладони. Ее ставили на стол, на подставку повыше. Подобные лампады лепились из глины, внутри лампады было масло, а в одно из отверстий вставляли фитиль и поджигали, и так лампада излучала свет. Эти лампады считались жизненно важным предметом, потому что оставались единственным источником освещения в темноте. Здесь речь идет не о такой свече, не о подставке для лампы или для светильника, а именно о самом светильнике. Такие свечи, подставки и подсвечники появились аж через тысячу лет после написания книги Откровения. Почти тысячу лет спустя. Итак, Иоанн здесь говорит о светильнике. И что же увидел апостол? Он увидел вот такой светильник, масляную лампаду. Это настоящая масляная лампада из первого столетия. И сейчас на моем столе таких лампад семь. Все они настоящие, древние, подлинные. Именно о таких лампадах и говорил Иисус. Христос не о такой свече. Это замечательное сравнение. Христос уподобляет семь церквей масляным светильником или масляным лампам. А почему он прибегает к такому примеру для описания церкви? Прочитаю отрывок со страницы 56 своей книги «Свет во тьме». Сказать самому лучше написанного мне не удастся. Послушайте внимательно эти слова. Существительное светильник в книге Откровения, греческое слово «лукнос». О нем мы и говорим. Это слово может указывать только на масляную лампаду. Самый распространенный источник света, сделанный человеком и используемый в новозаветные времена. Речь идет о лампадках, слепленных из глины. Они умещались на ладони. Такие лампады заправляли маслом, а длинный фитиль, который пропитывался маслом, мог гореть достаточно долго. Следовательно, в первом столетии лампада считалась очень важным элементом повседневной жизни. Глиняные лампады были хрупкими, это важно. Они же из глины. Все лампады из глины, и зачастую их можно было раздавить одним сжатием ладони. Следовательно, неся такой светильник, нужно было проявлять осторожность, чтобы не раздавить лампаду. Это объясняет, почему Бог использовал лампаду в качестве символа для описания церкви Иисуса Христа. Церковь состоит из хрупких, несовершенных людей. Кто бы мог подумать, что Бог поместит Своего Духа в сосуд, настолько хрупкий, как человеческий организм, или как церковь. Но именно так Бог и поступил. Бог избрал церковь в качестве главного источника освящения в темном мире. И далее. Глиняные лампады заливали масло. Как известно, масло — это символ Святого Духа в Ветхом и Новом Заветах. Как в этих лампадах содержалось масло, так же церковь — вместилище Святого Духа в сегодняшнем мире. При всей очевидности нашей хрупкости, нашей слабости, еще более очевидно то, что Бог милостливо доверил нам вмещать и носить в Себе запас елея Святого Духа. И Он отвел для нас достаточную меру этого небесного елея, чтобы церковь могла светить в мире до самого Его края. Кроме масла, лампаде нужен был еще и фитиль, который вставлялся в лампу через одно из отверстий. И вот еще одна, греческая. Через это отверстие в лампаду вставлялся длинный фитиль. Вставленный фитиль опускался в масло, пропитывался, и затем, когда его поджигали, горел несколько часов, распространяя свой свет среди тьмы. Так и церковь является сосудом елея Святого Духа. Но каждый христианин в ней должен сначала дать своему сердцу, как следует пропитаться елеем Святого Духа, чтобы затем сиять Божьим светом в мире так, как было задумано Богом. Также важно отметить, что свет исходил из отверстия масляной лампады, похожего на уста. У лампады как бы есть уста. И подобным образом, уста верующего позволяют огню и свету Святого Духа распространяться в мире через евангельское послание. Мир глубоко погружается в омглу, и трудно представить, насколько темнее стал бы мир, не предоставь верные благовестники свои уста Святому Духу для провозглашения жизнеутверждающей истины об Иисусе Христе. Еще важная мысль. Все эти лампады разные. Смотрите, они настоящие, и среди них нет двух одинаковых. Все разные, удивительно, правда? Среди лампад первого столетия вы не найдете двух совершенно одинаковых, потому что все они ручной работы. Они различны по форме, и у каждой свои уникальные свойства. Также не существует и двух одинаковых церквей. Если вы пытаетесь сделать свою церковь такой же, как другая, остановитесь. Ваша церковь никогда не будет как другая. Как нет двух одинаковых ламп, так и ваша церковь не будет такой же, как другая. У вашей церкви свои особенности, свои преимущества. Такой ее создал Бог. Это ваша церковь. Для вашего города, для вашей улицы, для вашего района. Ваша церковь обладает особенностями, которые свойственны только вашей церкви. У каждой церкви есть свои качества. Это изумительно. Церковь. Церковь Иисуса Христа. Мы – Божья лампада на земле. Мы – сосуд, полный елея Святого Духа. И когда наши сердца погружаются в этот елей, мы пропитываемся Божьим помазанием. И стоит нам лишь открыть свои уста, мы начинаем излучать свет среди тьмы. И еще одна деталь. У лампад была ручка. Свет можно направлять. Так и мы в руках Христа, и у Него есть право и власть направлять церковь куда Ему угодно. Мы – Его свет во тьме. Мы – Церковь. Христос стоял не у края церкви, словно стыдясь ее. Откровение. Вторая глава, первый стих. Смотрите. Христос стоит посреди церкви. Посреди. Он знает церковь настолько хорошо, что во втором стихе говорит, «Я знаю твои дела». Христос знал о них все. И теперь начинает говорить о том, что увидел в Ефесской церкви. Будет интересно. На сегодня это все. Я вернусь через минуту. Библейские события оживают на страницах книги Рика Реннера «Свет во тьме». Откройте для себя мир Нового Завета и отправьтесь вместе с автором в древние города, где были основаны первые церкви. Оцените важность послания Иисуса Христа этим церквям, а также их актуальность для современной церкви. Скачайте бесплатно ознакомительную версию. Мы также предлагаем вам скачать бесплатно аудиопрограммы «Послание Иисуса Ифесской церкви». Прослушивая эту серию учений, состоящую из десяти частей, вы углубитесь в послания, с которыми Иисус обратился к церкви в Ефесе. Церкви, которая казалась успешной и процветающей, но в действительности оставила свою первую любовь ко Христу. Скачайте эти программы в формате MP3. Узнайте о том, как не оставить свою первую любовь к Иисусу. Ознакомительная версия книги «Свет во тьме» и аудиосерия послания Иисуса Ифесской церкви скачайте их бесплатно на нашем сайте ignc.org. Меня зовут Джо Реннер, и я хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы являетесь партнером нашего служения. Ваши пожертвования дают нам возможность помогать огромному количеству людей и осуществлять благотворительные программы. Благодаря Божьей благодати и щедрой поддержке наших партнеров у нас есть особая привилегия нести Евангелие Христа в жизни миллионов людей и являть им Божью любовь. Вместе с вами мы можем транслировать программы с христианским учением по всему миру, лично проповедовать благую весть в разных точках земного шара, открывать новые церкви, которые сегодня процветают, заниматься раздачей одежды и предметов первой необходимости нуждающимся, посещать детские дома и помогать детям и сотрудникам этих учреждений. кормить людей, лишившихся крова, и оказывать им медицинскую помощь. Рассказывать людям преклонного возраста о Христе, помогая им обрести надежду. Проводить программы реабилитации для нарко- и алкозависимых. Посещать тюрьмы и служить заключенным Божьим Словом. Посещать дома для душевно больных и делиться с их пациентами свободой во Христе. Помогать выпускникам нашей семинарии нести свои знания в мир. Служить людям через интернет-церковь, делясь с ними библейским учением и оказывая им духовную поддержку. Писать книги, которые переводятся на разные языки и распространяются по всему миру. Посещать больных, прикованных в постели и нести им весть о том, что Иисус помнит о них. Станьте партнером нашего служения. Ваша поддержка позволит нам продолжать служить людям по всему миру и расширять наши программы помощи. Благодаря вам мы можем нести Евангелие Христа до ближайшего окружения и даже до краев земли. Зайдите на наш сайт igc.org и сделайте пожертвования онлайн. Благодаря вашим даяниям мы можем продолжать изменять жизни людей. Мы изучаем Откровение 2 главы 1 стих, где Христос ходит посреди семи золотых светильников. И мы поняли, что Христос ходил посреди, ходил, на греческом перипатео, это его постоянное место пребывания, где он ходит. Он прогуливается посреди церкви. Пэрри значит вокруг, патос внутри. Христос ходит вокруг церкви, заходит внутрь. Христос любит церковь. Церковь территория его проживания, и здесь он действует. Более того, он настолько сильно любит церковь, что в этом стихе называет ее семью золотыми светильниками. Слово золотые и хрусос. Для Иисуса церковь золотая. Вам она может казаться другой, но для Иисуса она золотая, Иисус умер за церковь. Он называет церковь светильником. Не таким. Такие свечи появились почти тысячу лет спустя. Иисус говорил о лампаде, о лампе, подобной этой, о масляной лампаде. Вот настоящая масляная лампада из первого столетия. Вот о чем говорит Христос. Мы церковь. Лампада сделана из глины. Может быть в ваших глазах церковь и правда глиняная, несовершенная, но в глазах Христа мы золотые. Потому что как это лампада, в которой когда-то было масло, так же и мы, сосуды, со Святым Духом. У нас есть уста. Как у лампады было отверстие, похожее на уста. И через наши уста силы Святого Духа в огне Святого Духа мы излучаем свет во мраке. Для Иисуса мы золотые. Мы такие. Это замечательно. На сегодня все. Было здорово. Напомню о предложении цикла «Послание Иисуса Ефесской Церкви», об ознакомительной версии книги «Свет во тьме». Буду ждать встречи с вами. Мы продолжим говорить с этого места и будет замечательно с Богом. Спасибо, что посмотрели эту телепрограмму. Пастор Рик с нетерпением ждет встречи с вами на следующей неделе. Чтобы получить дополнительную информацию о материалах служения или узнать, как стать партнером служения, пожалуйста, свяжитесь с нами по контактам, которые видите сейчас на экране, а также присоединяйтесь к пастору Рику в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова